Так уж создан человек, что устремляясь в будущее, он одновременно хочет воскресить и былое. Обаяние прошлого для нас столь же притягательны, как и неведомые грядущие. Вот почему так много людей увлечено реконструкцией исторических артефактов. А можно ли оживить музыку прошлого? Оказывается, можно прикоснуться к древнерусскому искусству, вспомнить историю русского народа и познакомиться со старинными национальными инструментами. Можно в Воронежском музее забытой музыки, где побывали наши корреспонденты. Идея создания принадлежит Сергею Плотникову и его жене. Все началось с волынки, как-то в руки мастера попала книга с конструкцией инструмента. Тогда и появилось желание создать самому это творение. А спустя некоторое время инструментов набралось на целый музей. Теперь здесь можно посмотреть на ударные, струнные и духовые инструментарии. Это не просто экспонаты, а тенденция к возрождению музыки русского народа. А также это слияние разных эпох. Например, Сергей Плотников любит играть на гослих и петь песни Высоцкого. Средь оплывших свечей вечерних молит, Средь военных трофеев и мирных костров. Последний изготовленный инструмент мастера автоматически приобретает статус любимый. На данный момент Сергей трудится над инструментом гудок. Иными словами, дедушка скрипки. Древний русский музыкальный инструмент гудок. Инструмент смычковый и струнный. Струны здесь натянутся потом, смычок сделается дополнительно. А сначала нужно сделать резонаторную коробочку. Вот. Ну, а это, собственно, готовый вариант музыкального инструмента, который называется гудок. Прикоснуться к истории приходят люди разных национальностей и возрастов, намерения которых многообразны. Все по-разному. Потому что есть люди приходят, это профессиональные музыканты, которым интересно увидеть инструменты, которые являются прародителями их инструментов, на которых они сегодня играют. А есть люди приходят, которые не имеют отношения к музыке никакого. Ну, это действительно очень интересно. Потому что увидеть инструменты, на которых у нас играли когда-то там в 10-м или 11-м веке, да, или в средние века. Особенностью музея является то, что все экспонаты не находятся за стеклянной ширмой. К ним можно в буквальном смысле прикоснуться рукой. А если у вас появилось желание сыграть на них, то его только и остается воплотить в жизнь. Анастасия Закус, Сергей Артемов, 41 канал.